Элине Федоровой только 8 лет, а она уже погружена с головой в научную деятельность. Предмет исследований – картошка. В этом году юная дачница выступала на школьно-научной конференции. Объясняла, какие сорта этого овоща больше подходят для приготовления картошки фри. В ресторанах картофель фри может быть неполезным, ядовитым. Элина будто участвовала в программе «Контрольная закупка». Взяла 6 сортов картофеля и поджарила во фритюрнице. После приготовлений вся семья выступила дегустаторами. Там по определенной схеме, у них записано, ставили оценки. Оценки там, по-моему, в пятибалльной системе у них выставлялись. И там шло цвет, вкус, там что-то еще рассыпчатое, нерассыпчатое проверяли. Хорошие сорта были. Это адрета, санте и солнцесвет. Элина рассказала, что ресторанную картошку фри больше не ест. Теперь готовит любимое блюдо только дома. Кстати, результаты исследований юной дачницы также подходят и для чипсов. Критерии приготовления одинаковые. Если брать правильные сорта, то это блюдо может быть не только вкусным, даже и полезным. Потому что, в принципе, картофель – это очень полезный продукт. Почему так важно выбрать сорт? Потому что он должен быть хрустящий, то есть меньше впитывать в себя масло. Любовь к картофелю у Элины наследственная. Ее дедушка – профессиональный селекционер. На даче выращивает около 30 сортов этого овоща. А в 2016 году он вывел новый для России вид картофеля – солнцесвет. Вот это солнцесвет. Чем он отличается? Видите, сравнительность к распелостью, урожайностью, устойчивостью к болезнью. Видите, ботва вся здоровая. На выведение нового сорта Николаю Сакара потребовалось 12 лет. Сейчас в разработке еще один вид. У него пока нет названия, только номер. Вот, под номером 14. Он среднеранний, высокоурожайный. И имеет красивую форму клубня. И что ценно – розовую окраску. Это очень редко. К семье картофелеводов часто обращаются за советами по поводу выращивания овоща. Николай Сакара рекомендует иметь дело только с российскими сортами. Этому учит и внучку. Вскоре Элина приступит к новой научной работе. Будет выяснять, какие гибриды картофеля наиболее пригодны для садово-огородных участков. Ирина Мокрецова, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.